Мне, в общем-то, все равно, как это называется, самое главное, учиться плавать, да. А как это называется? Багасом или Покетляем? Или вообще хождением в воде Аки-Посохом? Мне, в общем-то, не очень интересно. Мистополитическая теология объясняет, как возникает система понятий чисто политических, да, и чем она обосновывается. Может быть, здесь имело бы смысл, если бы не было Платона Аристофеля, да, объяснять возникновение философской проблематикой религиозной на счет. Но у нас был Платон Аристофель, поэтому, как бы, тяжело. Ну, вот я считаю, что эти ребята, там, Максим Исповедник и все остальные, это просто верующие люди испорчены греческой мудростью. Ну, можно так сказать, но это все остальные. Ну, просто у них были такие понятильные аппараты греческие, на этом основании они решили понять вот это геудейское учение. А как следствие получилось, что они подложили основу греческую, то есть имплицировали ее совершенно чудное представление в другую понятильную систему? Да нет, что так, все имплицировали? Нет, не так. У них свое было понимание Бога, что они Бога не знали, что это. У тебя такое представление, как бывает у иных историков-философиков. Откуда взялась философия эта Платона Аристофель? Да вот они узнали там у идийцев, там где-то, в Индии жили эти голые мудрецы, там, походы какие-то там с этими, воины с этими перцами, там, принесли эту мудрость. Нет, вот я им такой бред. Я, может быть, действительно не справедлив к Максиму Испобеднику, Василию Великому, Григорию Паламу и всем остальным. Не справедливо. Потому что я, как бы, получается, что их отказываюсь считать за нас обставательных мастеров. Да неважно, какой нарратив они взяли. Они взяли и наложили Платона и Аристотеля на этот нарратив. Правильно? Может, это не сделали? Ну, да. Придвинули к философскому мастеру. А получилось, на самом деле, вполне возможно, что они этим самым, этот, нарратив, изменили. То есть отказались от него. Поэтому... У него десять раз. Да. И получается следующим образом. Что важнее? Нет. А мы пытаемся сделать, как вот мы занимаемся новой натурой философии, то вот теперь мы занимаемся новой философской теологией. То есть мы пытаемся вернуться назад коварам. Ну, ты пытаешься, лично ты. Да. Назад коварам называется. Ну, то есть пленок на Платон Аристотеля. А он дамит нашей культуры. Ну, так это же очень хорошо. Это вот то, на чем покорил папу, как его немец, которого не избежали в прошлом году. Рактингер. Да. Рактингер. Да. Рактингер. Он же, когда вступил в должность, что называется, в таблетку, не знаю, семь назад, недавно, буквально, он же выступил в замечательной, совершенно, с потрясательной речью. Да. Но, она была направлена, как бы там, два врага были. Но, после Масла, Мателитас, это хренство. Это не так важно. И это было слегка. А в основном-то это было против иудеев. Вот. И, он очень много говорил о Платоне. Растутили. И английскую мудрость, как основа нашей религии. Понимаешь, да? Вот. И чем он кончен? По-моему, ты льешь водичку не на ту мельницу. Я не уверен, что здесь все вот эти оценственные категории, тем более я даже не знаю, как это европейская культура, это греческая философия. Хорошо. И если мы… Но не фундамент христианства. Хорошо, да. Фундамент христианства. Да нет, не фундамент христианства. Конечно, фундамент христианства. Почему? Как? Ну, потому что христианская антология – это Платон. Это… Это… Христианская… Это… Это книжный Моисеев. Да нет, это неправда. Никакая не таура. Можно вообще считать, что Евангелие пришита к Верхному Завету только по… по праву, так сказать, преемства там, а никакого… Ну, преемства после… Текстов? Но не в смысле идей. То есть совершенно разные идеи. Смотря что, если смотреть… Баб, 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 Баб. Зародилось на Малый Газик. Кто тоже был? Не был. Вот, сидели. Я… Я там случайно. Попали там все… Кто? Кто? А мы по сидели… Я обалдел. Ты ж… Там же вся цивилизация на этом побережье. Да мы знали, мы знали. Понимаешь? Даже билеты взяли… Да билеты взяли абсолютно. А один чувак за это время погиб… …котому были билеты. То есть это было весело. Во, в натуре сохранилось. Прямо вторая Греция. Ну, первая. Видишь, прям, Великая Греция же, да? Она там более великая, чем в собственной Греции. Ну, тут и Малайзия вообще-то и философия пошла. Ну, да. Полес. 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 Гераслиф. Да. Максимандр. Так и бывает. Новая религия зародилась на границах, как примерно греческой. Вот, как раз в идее, это самая граница. А Ребр, там, край, как-то всего там один-два дня на осле, и попадешь в самый, этот самый цель. А Сирия? Да, Дамаск. Современная и Палестина никакого отношения к христианскому не имеется. Что? Современная и Палестина никакого отношения к христианскому не имеется. Ну, и в том смысле, что не там она была. Есть такая версия, что вообще-то она, ты знаешь, во Франции, в Париже. Это же придумали на самом деле. Христа-то знаешь, кто? Да. Языиты? Да. Да. До этого не было. Нет. И все это в Париже. А причем этот мужик, Клэйвен Кобиц, ну какой-то фильм есть у Ютуби, да? Ну там все точки помечены, это самое. Ну то есть у нас… Из Нового Завета. У нас Малая Азия есть, у нас есть Абиссиния на эту городу, теперь еще и Франция. Не, ну что, Франция – родина христианства, я такое слышал, да. Даже как бы якобы доказательства есть. Это же из разряда вот этих ребят-то. Как они там называются? Ну ладно. Ну чтобы… А можно мыть? В пакете как? Ну ладно, да. А это Тарел Грейп у него, нет? Не Абин Грейп? Да. С бергамотом. Ничего? Ничего. Ну ладно, хорошо так. А что ты Игорь с таким иудействующим стал? Ну нет, я просто… Почему я стал… Жудовствующим, жудовствующим. Нет, понятно, что жудовствующим. Я просто пытаюсь понять из того, как есть. Получается жудовствование чистой воды. Мы же посмотрим… Не, ну это же на самом деле, как бы еще надо доказать, что именно Тора лежала в основании там. Ты же на самом деле просто по треку времени хочешь спуститься вниз, якобы Тора была раньше, значит из нее все исследуют. На самом деле это ведь не так, нет никакого исследования. Есть просто разные способы понимать Бога. Ну а в Новом Завете, потому что отсутствует разромотанная концепция Бога. Ну это ты так думаешь? Ну а что… Ну, Владу точно нет уже. Почему? Есть концепция… Иудейская… Не иудейская… Не иудейская… Боже… Но вообще живой Бог, это же такое вообще-то задумывается. Я сказал первый раз об этом. Веру об этом, потому что абсурд. Это же действительно… Чертолио… Вот все… Ну… Абсурд. Полнишь. А поэтому и вера. Может… То есть креатив был обалденный. Это на уровне псаки. Ну вот псаки это нравится американке сейчас. Это же она креативит. Это же все думают дудочка. А чего она там… Она реальность меняет на глаза. Она меняет реальность. Так она же один раз его покреативила так. Здрасте. Она уже накреативила еще что-то. Она накреативила… Это самую подводную лодку сделала реальностью. Вот нашу находку, подводную лодку в степях Украины. А как она? Кто сделала реальность? А как она сделала? Как? Она послала флот? Флот в Белоруссию пошел. В берега Белоруссии. В Белоруссии, да? А послала? Да. В Белоруссии поодержаться там. Не, я не слышал. И вот наши пятики думают, что это идиотка, дурочка. А на самом деле это совершенно потрясающий креатив. Ты понимаешь? Американцы меняют пол. А что я сейчас сделала? Они совершенно новыми креативами. А какой-то флот она послала к берегам. Да понятно. Что еще сделала? Нет, про него нет чёрного я знаю. О этом нашему. Нет, ничего. Как бы что-то сказали. У нас представители-то вон. А вот этот вот чёрки на лавров. Это полный отстой, которых надо вонять. Ленивцы. Совершенно какие-то... Пользуются заготовками там 30-х годов. Я не знаю, это вот... А наши патриоты-идиоты вот расхищаются им. Кто реальность-то производит? То есть она послала к берегам Белоруссии все-таки, да? Не слышал такого. Я только вчера там учил имя, фамилию это Псаки. Потому что что-то все разбудили Псаки. Зачем камеры-то сюда поставили? Псаки... Станешь утеснее. Псаки уволили. Псаки еще поставили. Псаки уволили. Псаки его поставили. Потом говорили, что никуда ее не уволили. Тогда я только выучил ее фамилию. То есть Псаки это вот на уровне нашего... Он у нас есть единственный достроенный ответ это вот этих стрелков. Извините. Это реконструктор. Псаки. Который воюет. Псаки. В чем ее, так сказать... В чем ее достоинство? Я не понимаю. Псаки. Что то, что она всякую чушь лепит? В этом что ли как бы? Можно сказать, что чушь лепит. Что эта чушь воспринимается. Что эта чушь становится реальностью. Понимаешь? Для многих в мире. Вот так и формируется реальность. Но я не знаю для кого у нас становится реальность. Помните мне историю, когда... Мы, ты, в частности. Никого не волнует. Вот есть те, очень многие, для кого это становится реальность. Помните, на боссинском марафоне, когда произошел теракт, его сделали два темпата чеченца. И тогда эта королева-то красоты там заявила, прийти в кафе, как ее звали-то. Ну и считала, что она потом так услышала, что таких слов никогда не говорила. Что в ответ надо бомбить Чехию. Чего-то? В ответ за то, что чеченские террористы сделали теракт, надо бомбить Чехию. Да. Потому что это Чехия типа... Это ошибки. Когда... Ребята там немножко... Чехии напряглись. Когда на официальном сайте ГАЗДЭПа и на сайте нашего посольства вывешиваются там простынь, где... Ну... По поводу вот этого соглашения о Сидануковиче, там, 21 февраля, да? И по поводу невыполнение ГАЗДЭПа, якобы чего-то там. И где явно там ложь. В соглашении написано 48 часов. Они пишут 24 часа. Ты думаешь, что это ошибки? Я тоже думал, что это ошибки. Это не ошибки. Это вот так тебе показывают, что это вообще ничтожество с тобой. Там какая разница? Чтобы с тобой вчера говорили 24, а 48 часа, понимаешь? Ну, пошлем подводную лодку к вашим берегам, там, в Белоруссии. И все. Да не только подводную лодку, целый флот. Я не помню, какой-то номер. Третий флот, что ли? Какой Михаил Аздорнова, известная эта штука, да? Что значит... Командир американской авианесущей группы, говорят, что в мире у меня с ним нет, потому что он движется на встречу наш могучий флот, там куча кораблей сопровождения, что-либо еще. А тот им отвечает, вы понимаете, говорит, я вас совершенно не боюсь, но косметики лучше вы. Те говорят, как? Да мы в Великой Флоте в Соединенных Штатах, в Америке. Он отвечает, я все понимаю, конечно, но дело в том, что я маяк, да. Я маяк на острове. Не, ну понимаешь, people have it. Американский авианосец, который вот-вот должен пройти через... Войти в Черное море. Это же все воспринималось. Реальность, вот-вот ждали, вот-вот пролезет. А, эти все пока лазили? Под бостом. А так они же, простите, они же не хатанные, нет? Они же не хатанные, да, он имеет право захотеть, что он помогает. Поход, 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 поход запрещен. Да. Почему? Да. Версбоскор и Дарданелло. У него же на ладосе в машине такой есть, что запрещен проход этого корабля. То есть наши замкнутые были в этом озере, как в озере Черное море, да? Да. Да, поэтому наши авианосец его строили там, в Николаеве, делали его это единственное. Интересно. Понимаешь, естественно. Подожди, на каких соглашениях? Откуда? Просто есть такое соглашение, что поход атомных и электричеств в Басфор и Дарданелло запрещен. Я помню, вроде, в 70-х, где в 70-х американские, все у нас это, по советскому радио говорили, это флот США, авианосцы заходили, Средиземное море. Средиземное да, почему нет-то? Средиземное они сколько угодно заходят, они Черное не могут. Через Басфору не могут пройти. А, значит, это кто за речь идет про Черное? Да. Они по ним шаствуют, они там постоянно одноглупо себя практически держат. Там не только водопроводительскую установку идут, а вообще в конвенции МААНДРЮ там очень хитрый отпуск, написано про авианосцев. Поэтому наши строили не авианосцевые крестьюры. Во-первых, на нем нет развязанных самолетов специализированных и на нем есть, скажем, на авианосце классическом нет противокорабельных ракет, а на этом есть. А почему там ракета будет возить не на авианосцы, а на отдельных кораблях? А тут все запихать на одно несчастное судно. А кто слышал вот во времена Второй мировой войны, точнее, как у нас называется, Отечественная война, я в 44-м или 43-м году, немцы отступая, то ли с Тамани, то ли с Мотор Абхакани, вывезли, говорят, там 2 миллиона, живой силой 2 миллиона, включая пленного и технику какую-то. Вывезли, это я знаю, а... Так, а я на черном... Через Креческий пролив, они его зафигачили всех. Ну да, я просто... А где наш флот был, этот черный, самый могучий? Да, его не было могучего. Как его не было? На Черном море флот-то был. Но он не воевал же он. Не, ну он был достаточно слабый. Но он не воевал. Я к чему говорю, что... Это я слышал передачу «Историка», там... Барк Славарин? Нет, «Капитан» это какого-то ранга, «Капитан первого ранга», значит, «Историй», там... И он так все подряд... Ну да, все Кавказы... Подрядично рассказывали. А начал свой рассказ с того, что на Черном море, значит, на начало Второй мировой войны был крупнейший флот. Флот у Советского Союза. Он был. Ничего там... И близко, и рядом, значит, конкурентов не лежало. Ну, не лежало, правильно. С турками, румынами, а еще болгарами. Конечно, не лежало. Итальяцы, я тоже понял, что не сумели войти. Или там... Нет, они там несколько катеров притащили, у них были катера. В том числе, там, помните, какого-то нашего... Видно комиссарскую шишку на этом картере. И отловили его за пол из Севастополя. И его на катер поймали. Так что... Как в катер это... Как... Путераз вошли... Катер... Это картира не в базу. Пожелезные дороги привезли. Пожелезные дороги привезли. Так а что это за операция была? Кто знает. Что? Как...